Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим, не побоюсь этого слова, исторический сыр Пикорино Романо. История этого сыра восходит к Древнему Риму. В Древнем Риме легионеры, то есть воины Древнего Рима, брали этот сыр с собой в походы. Ну и собственно говоря, одно из его свойств это то, что он долго хранится. Сыр твердый, сыр терочный, используется в основном для приготовления пасты, для приправ, для приготовления всяких спагетти, для пиццы. Ну и вообще в кулинарии используется как терочный сыр. Можно сказать, что данный родственник пармезана, во всяком случае по структуре он такой же. Срок вызревания сыра от 6 до 12 месяцев. Мы будем делать с минимальным сроком вызревания 6 месяцев, так как головка небольшая. Все-таки 12 месяцев или там пармезан 2-3 года надо выдерживать, когда имеешь большую головку на 12 килограмм и более. У нас маленькие головки, они прекрасно созревают и за такой короткий срок. То есть 6 месяцев будет достаточно. Готовить сыр будем из набора, предоставленного нам интернет-магазином сырок.com.ua. Также будем готовить по рецепту, который тоже предоставляет интернет-магазин сырок.com.ua. Интернет-магазин сырок.com.ua представляет вашему вниманию огромный выбор наборов для приготовления сыра, а также всех ингредиентов для приготовления сыра по отдельности. Вы можете купить отдельно захваски, мизофильные, термофильные, термонезофильные, отдельно фермент. Можете купить отдельно культуры всех плесеней, которые используются в сырах. Также все необходимые ингредиенты, формы и многое другое. Заходите на сайт, смотрите, вам понравится. Продукция очень качественная, мы ее тестируем уже более 3 месяцев. И не было, ну вот у нас с предыдущими интернет-магазинами, с которыми мы сотрудничали, случались неудачи. То был просроченный фермент, то была неработающая плесень, либо просроченная, либо испорченная, которая просто не активировалась и не вызревала. Вот качество продукции из интернет-магазина 40.com.ua, я же говорю, 3 месяца, работает абсолютно все, сгусток формируется, плесень растет. В общем, пока у нас все отлично, поэтому я с удовольствием рекомендую для вас этот интернет-магазин. Ссылку на вот этот вот набор готовый вы найдете в описании. И также ссылку на все ингредиенты по отдельности вы найдете в описании видео. Интернет-магазин сырок.com.ua также отправляет заказы на территорию России и Белоруссии. Теперь давайте поговорим о ингредиентах. Для приготовления пекорина романа нам понадобится термофильная газообрузующая закваска, молокосвертывающий фермент, мы используем фермент растительного происхождения химозин, но можно использовать также фермент животного происхождения. Понадобится хлористый кальций и, естественно, понадобится, друзья, молоко. О молоке следует сказать отдельно для тех, кто не смотрел наши предыдущие видео. Для приготовления любого сыра лучше использовать домашнее фермерское молоко. Если вы уверены в молоке, вот я, допустим, уверен, я знаю даже коров, которые дают это молоко, его можно не пастеризовать. Если вы покупаете молоко фермерское на рынке или не у знакомых людей, то желательно провести пастеризацию, чтобы из-за некачественного молока, в который могут попасть сторонние бактерии, не испортился ваш труд и вы не получили неожиданный негативный результат при приготовлении сыра. Также по поводу фермерского молока. Молоко должно быть обязательно вчерашней дневной дойки, после дойки охлажденное. То есть свежее молоко, которое надоенное в течение ближайших 12 часов, использовать нельзя. Густок не образуется из такого молока. Оно должно выстоять хотя бы 12 часов и больше, при температуре не выше 10 градусов. Также можно использовать магазинное или фабричное пастеризованное молоко. Ультрапастеризованное и гомогизированное молоко для приготовления сыра не подходит. Простите, пожалуйста. В силу того, что пекорина Романа достаточно древний сыр, то метод его приготовления, рецепт его приготовления достаточно прост, в чем вы сейчас убедитесь. То есть эта технология действительно пришла к нам из средних веков и вплоть до 1884 года этот сыр готовили в Риме прямо в сырных магазинах. То есть в сырные магазины привозили молоко и прямо в магазинах этот сыр варили, он вызревал и его продавали. Но в 1884 году это на законодательном уровне было запрещено. И пекорина Романа в основном производители переместились на сардинию. Традиционно готовится из овечьего молока, но у нас нет доступа к овечьему молоку, поэтому будем готовить из коровьего молока. По поводу козьего ничего не скажу, но из коровьего, вот по аналогии с теми пармезанами, которые мы готовим, конечно, это не пармезаны, это аналоги пармезана. И естественно, мы сейчас готовим не пекорина Романа, а максимально приближенный аналог сыр по рецепту пекорина Романа. Но поверьте, он получится очень вкусный. От пармезана этот сыр отличается более соленым вкусом и такой он островатенький. И вот, ну вот как бы я же говорю, он качество приправ кулинарии очень хорошо используется. Эта островатость, она увеличивается со сроком вызревания. Не путайте с горчинкой, он именно такой вот острый, немного пикантный, но вкус получается замечательный. Далее поговорим коротко об оборудовании. Для приготовления любого сыра, твердого, полутвердого, терочного, нам понадобится водяная баня. Кастрюли использовать крайне нежелательно, потому что при соприкосновении с нагревателем донышка кастрюли сильно нагревается и погибнут все наши бактерии, которыми мы будем сквашивать молоко. Если у нас водяная баня, это мармит для столовой, для прибор, для того, чтобы держать пищу в горячем состоянии. Если у вас нет такого мармита, используйте две кастрюли. Большую кастрюлю и меньшую кастрюлю. Меньшую помещаете в большую, наливаете воды так, чтобы донышко меньше и касалось поверхности воды. Все, мы получили классическую водяную баню, ничего сложного в этом нет. Прямо этого нам понадобится друшлаг, марля. Вот такая вот штука для того, чтобы мешать сгусток. Нож для нарезки сгустка, а еще лучше лира для нарезки сгустка. Это идеально. Опять у нас лира сломалась. Блин. Если лиры нет, значит, можно использовать нож. И также нам понадобится форма для прессования сыра. Мы используем такую форму диаметром 20-19 см с поршнем. С поршнем обязательно, потому что сыр прессуется. Ну что, друзья, приступим к приготовлению. Так как сыр длительного срока вызревания и в результате должен получиться достаточно сухой, снимем с молока сливки. Молоко у нас простояло 14 часов и сливки поднялись наверх. Вот таким вот образом просто их сверху снимаем. Если не снять сливки при длительном сроке вызревания, жир, который содержится в сливках, они жирные, даст нам горчинку. Поэтому сливки сливаем. Также можно снимать их большим шприцом, просто стягивать с поверхности. Стараемся снять как можно больше. То есть, ну, четко все не обязательно. Ну, вот таким вот образом. Сливки очень хорошо используют для приготовления сметаны. Кстати, мы сегодня готовим из 20 литров молока, я забыл сказать. И в описании видео вы найдете рецепт приготовления из расчета 20 литров молока. Если вы готовите из меньшего количества, то все ингредиенты, которые я описал в рецепте, делите на 20 и умножаете на количество. То есть, пропорционально. Берете пропорционально. Если вы покупаете готовый набор в интернет-магазине 40.com.ua, то тут все просто. Наборы бывают на 5, на 10, на 15, на 20 литров. Если вы хотите готовить из 30 литров, соответственно, покупаете набор на 20 и на 10. И из него готовите. Если мы готовим из фермерского молока, молоко обязательно процедить через марлечку. Если готовите из магазинного или фабричного пастеризованного молока, эту процедуру можно пропустить. Дело в том, что в молоке бывают естественные сгустки. Ну, помимо того, что может просто попасть какая-то соринка, что в нашем случае мы исключаем, потому что очень хорошо знаем фермеров. Также есть небольшие естественные сгусточки, которые образовались вот за эти 12-14 часов. Вот, видите, они такие совершенно маленькие. Если не процедить молоко, после того, как мы внесем бактерии молочно-кислые, то есть закваску, колонии бактерий будут размножаться вокруг этих сгусточков и неравномерно сквасят молоко. Сейчас мы процедим все молоко и вернемся к вам. Если вы пастеризовали молоко, то охлаждайте его до температуры 37 градусов. Если молоко у вас охлажденное, то наоборот, нагреваем до температуры 37 градусов. Для контроля нагрева используем термометр со щупом. Вот мы используем такой термометр. Ну, в принципе, подходит совершенно любой термометр, с которым вы можете контролировать температуру молока. Нагреваем до температуры 37 градусов, причем нагрев должен занять не менее 40 минут. Он не должен быть быстрый, он должен быть плавный. Итак, включаем нагрев и через 40 минут продолжаем. Молоко нагрелось до температуры 37 градусов и в первую очередь внесем хлористый кальций. Сейчас расскажу о нормах внесения хлористого кальция. Используем 10% раствор хлористого кальция, то есть 9 частей воды весовых, 1 весовая часть хлористого кальция. Таким образом, получаем 10% раствор. Вне пастеризованное молоко опционально, но мое личное мнение, что так значительно лучше, так мы получаем более стабильный сгуст, так получаем подготовленное молоко. Вносим раствор хлористого кальция из расчета 1 мл раствора 10% на 1 л молока. В пастеризованное молоко хлористый кальций вносится в обязательном порядке из расчета 3-4 мл 10% раствора на 1 л молока. Тщательно перемешиваем молоко и оставим его на 3-4 минуты. Далее вносим сухую термофильную закваску прямого внесения. Рассыпаем порошок закваски по поверхности молока и оставляем регидратироваться на 4-5 минут, чтобы закваска равномерно размокла, чтобы у нас не получилось комков. Через 3-4 минуты тщательно перемешаем закваску движениями вверх-вниз, чтобы порошок закваски, ну вернее уже регидратированная закваска полностью распределилась по всему объему молока. Оставляем молоко на 50 минут, при этом поддерживаем температуру 37 градусов, то есть такую же, как у нас было. Желательно не выходить за пределы, плюс-минус 1 градус. За это время закваска активируется, бактерии начнут активно размножаться и повышать кислотность молока, подготовят его к внесению молокосвертывающего фермента. Через 50 минут вносим в молоко заранее растворенный молокосвертывающий фермент. Независимо от того, сухой у вас или жидкий фермент, готовите 50 мл кипяченой воды, остужаете до комнатной температуры, растворяете нужное количество фермента и вносите в молоко. Тщательно перемешиваем и включаем отсчет времени, либо секундомер, либо засекаем время. В нашем случае я включаю секундомер. На поверхность молока помещаем простерилизованную крышечку. Наша задача определить точку флакуляции или точку начала образования сгустка. Так как мы только внесли фермент, молоко совершенно жидкое и крышечка совершенно спокойно крутится по поверхности. Через 10 минут получили вот такой вот эффект. Крышечка полностью прилипла и находится как на жвачке, то есть не проворачивается, немножко возвращается назад. Значит сгусток начал формироваться. Мультипликатор или временной коэффициент для этого сыра 3,5. Умножаем 10 минут на 3,5 и получаем 35 минут. Следовательно оставляем сгусток еще на 25 минут на оставшееся время. То есть 10 минут уже прошло, еще на 25 оставляем. При этом поддерживаем температуру в пределах 37 градусов плюс-минус 1 градус. По прошествии 35 минут проверяем сгусток на чистый рез или чистый излом. Вводим нож и раздвигаем края сгустка. Если края ровные и глянцевые, значит сгусток сформировался нормально. Видите, здесь вообще разделяется и сразу же сыворотка проступает. То есть сгусток полностью сформирован, можем приступать к порезке. В случае этого сыра сгусток надо порезать на очень маленькие столбики, желательно где-то в районе меньше сантиметра. Рецепт пишет 0,5 миллиметра, но это слабо реально. Постарайтесь хотя бы, чтобы столбики были меньше сантиметра в сечении, скажем так. Вначале режем в одну сторону. После того, как порезали в одну сторону, начинаем резать пермедикулярно. То есть мы порезали на полоски, теперь порежем сгусток на столбики. Далее порежем сгусток по горизонтали. Мы делаем это с помощью лиры. Если у вас нет лиры, можно сделать либо шампуром, изогнутым под углом 90 градусов, либо ножом длинным, вводя его по диагонали и прорезая со всех сторон. После того, как зерно нарезано, оставляем его в покое на 10 минут, чтобы оно немного уплотнилось и отдало сыворотку. Через 10 минут начинаем перемешивать зерно венчиком. Если остались большие куски изгустка, вот так вот об край кастрюли, венчиком их разминаем и перемешиваем зерно в течение 35 минут. В течение этих же 35 минут надо нагреть наше зерно до температуры 48 градусов. Делать это надо постепенно, то есть не сразу быстрый нагрев, а именно чтобы нагрев прошел в течение 35 минут. Постоянно помешиваем зерно и плавно его нагреваем. Через 35 минут зерно уплотнилось, стало очень мелкое и вот такое вот с округлыми краями. Теперь надо отобрать сыворотку, то есть оставить зерно в покое на минутку, оно осядет на дно кастрюли и начинаем отбирать сыворотку в отдельную емкость до того, как покажется зерно. Чтобы часть зерна у нас в емкость не улетела с сывороткой, используем друшлаг. Друшлаг или сито, что угодно. То зерно, которое попадает на друшлаг, возвращаем назад в емкость. Из сыворотки, друзья, можно сварить чудесный итальянский сывороточный сыр рикотту. Очень классная штука. Во-первых, можно делать всякие сладости, пироги из рикотты. Во-вторых, мне очень нравится делать из него бутербродный сыр. Добавляется паприка либо измельченная зелень, перемешивается и получается суперский бутербродный сыр. У нас на канале есть видео, как приготовить из сыворотки рикотту. Можете посмотреть его, чтобы сыворотка не пропадала. Также можно из сыворотки приготовить норвежский сывороточный сыр брюност. Это отдельная история, просто фантастический сыр. Вот тоже, если будет у вас желание, такое можете приготовить. Далее застилаем форму для приготовления сыра и марлей. Стараемся заложить марлю, чтобы было как можно меньше складок. И начинаем перемещать зерно в форму, слой за слоем, разравнивая и уплотняя каждый слой. То есть не старайтесь навалить сразу много, выкладывайте ровненько и уплотняйте зерно. После каждого очередного слоя расправляем марлю и уплотняем зерно. После того, как головка сформирована, накрываем ее марлей сверху. Ставим поршень и помещаем сверху груз 10 килограмм. Будем прессовать этим весом в течение 30 минут. Через полчаса перевернем сыр в форме. Аккуратно извлекаем сыр, чтобы не разломить головку, так как она еще не хорошенько спрессовалась. Помещаем на дно формы дренажный коврик. Отправляем сыр в форму и ставим под пресс. На этот раз прессуем весом 20 килограмм в течение 12 часов. Через 12 часов мы еще раз перевернули сыр в форме и прессовали еще 12 часов. То есть всего процесс прессования занял у нас 24 часа. Следующая процедура, которая подлежит, так сказать, пройти нашему сырочку, это засолка. Сыр достаточно соленый должен получиться в результате. Поэтому о засолке сейчас поговорим отдельно, когда он соизволит вылезти из формы. Вылазь, пожалуйста, сыр. Солить надо с контролем веса, потому что этот сыр солится из расчета 1 час пребывания в рассоле на 100 грамм сыра. Поэтому взвесим, что у нас получилось. Сбрасываем весы на ноль. 1674 грамма. Значит, 16 часов будет солиться у нас сыр. Теперь вкратце расскажу о рассоле. Нам надо приготовить концентрированный соляной рассол. Для этого берем 4 части воды и 1 часть соли. То есть 4 литра воды и килограмм соли. Засыпаем соль в воду. Доводим до кипения. Охлаждаем до комнатной температуры. Процеживаем через марлечку. И в рассол добавляем 4 грамма сухого хлористого кальция и 2 ложки столовые 9% уксуса. Все время забываю, какой у нас 9% или 6%. Хлористый кальций и уксус добавляется для того, чтобы в процессе засаливания корочка сыра не замыливалась. То есть не растворялась, чтобы из нее не вымывался кальций. Рассол должен быть насыщен кальцием. Помещаем сыр в рассол. Красота. Такой он упругенький, резиновенький. Солим из расчета 1 час на каждые 100 грамм головки. То есть мы будем солить 16 часов. Так как сыр плавает на поверхности в процессе посола, можно несколько раз его перевернуть. Минимум 1. Но если вам не лень, переверните 2 на дочетное количество раз. То есть чтобы он на каждой стороне проплавал одинаковое количество времени. Давайте, чтобы не путаться, перевернем 1 раз. Все равно он просолится равномерно. А так, друзья, через 16 часов продолжим. Через 16 часов извлекаем нашу головку пекорина Романо. О, я уже вожделею этого сыра. На просушку, друзья. Как его просушивать? При комнатной температуре, если температура в помещении не выше 20 градусов, просушиваем 1-2 суток. Надо, чтобы на ощупь тактильно корочка сыра была полностью сухая. Если температура в помещении выше, чем 20 градусов, тогда лучше просушивать в холодильнике. Точно так же, вот на любой дренажной решетке, но тогда 2-3 суток. Также добиваемся того, чтобы корочка была тактильно полностью сухая. Как только сыр высохнет, я расскажу о его созревании. Через 3 дня пекорина Романо полностью просох. Он совершенно тактильно, совершенно сухой на ощупь, поэтому можем его отправлять на созревание. Кстати, сыр очень классный. И во многом благодаря качественным закваскам и ферментам, которые мы покупаем на сайте сырок.com.ua. Аромат просто потрясающий. Друзья, созревание. Используем контейнер с дренажным ковриком. Ну, не дренажный коврик, но вот такую вот решетку используем. Под решетку застилаем бумажное полотенце. На тот случай, если вдруг в контейнере поднимется сильно влажность, полотенце, оно немножко осушает как бы среду. Вообще, идеальные условия для созревания. Влажность 85%, температура 10-11 градусов. Отправляем сырочек в контейнер. И будет он у нас созревать в течение 6 месяцев, наверное, все-таки. Ну, 5-6 месяцев. Вот так вот мы его будем выдерживать. То есть, в принципе, его можно будет пробовать уже через месяц, по большому счету. Оптимальный срок созревания 10-12 месяцев. Ну, мы решили взять какую-то золотую середину. Естественно, через 5-6 месяцев будет отдельное видео по дегустации этого сыра. Теперь о самом созревании. Первый месяц каждый день сыр переворачиваем. Если вдруг где-то появляется плесень, ну, может такое появиться. Вот я руками его трогал, хоть руки и тщательно вымыл. Мог чего-то туда занести. Также из воздуха могли попасть какие-то бактерии. Если вдруг появляется на сыре плесень, протираем его солевым раствором. Можно использовать такой же раствор, как мы использовали для засола сыра. Значит, первый месяц каждый день сыр переворачиваем. У него формируется корочка. Через месяц натираем корочку оливковым маслом. И в течение следующего месяца повторяем эту процедуру 2-3 раза. То есть, раз в 10 дней натираем корочку оливковым маслом. После этого оставляем его в покое, и он у нас будет созревать оставшееся количество времени. Классный сыр получился. В общем, мне очень и цвет, и аромат нравится. Вообще, мне очень нравятся заказки, ферменты. Все, что мы покупаем сейчас на сайте сырок.com.ua. Правда, действительно, ну, такие качественные ингредиенты. Сейчас будет серия сыров с плесенью. С плесенью, которую мы покупали, с голубой плесенью, пенициллином Рокфорте, которую мы покупали в других интернет-магазинах. У нас постоянно были проблемы. Вот протестирую еще плесень. Белую плесень уже протестировали от интернет-магазина сырок.com.ua. Теперь протестируем еще голубую плесень. Тоже, надеюсь, результат будет классный. После этого сделаю видео и порекомендую плесень также. Итак, друзья. Пекорина Романа. С удовольствием представляем вам рецепт. Варите. Рецепт проверен. Сыр готов. Осталось дать ему вызреть. Все будет классно. Подписывайтесь на канал. Пальцы вверх или пальцы вниз, как вам понравилось, не понравилось. Ну и, конечно же, делитесь нашим видео, потому что мы хотим, чтобы как можно больше людей отказались от покупки магазинных продуктов и начали варить сыры дома. Во-первых, дешевле. Во-вторых, вкуснее. И, в-третьих, безопаснее. Друзья, мы готовим для вас много новых интересных видео. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok